ну еще раз привет всем еще раз напомню что сегодня 11 октября 2018 года сегодня последний день нашей поездки славную добрую и гостеприимную страну венгрию и как бы последний пункт нашей поездки ну отъезжать мы будем завтра конечно для того чтобы отдохнуть и расслабиться выбрали город не закрываешь маленький дорогу городок в котором есть очень известные купальни жори почитали отзывы мы тут были лет пять назад в принципе понравилось хотят какие-то ремонтные работы производились не может немножко напрягала но так как здесь ассортимент услуг количество бассейнов разной водой с разными температурами мир сауну с разными абсолютно банями там и арома и разные 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 решили все таки съездить сюда еще раз поправить свое здоровье насколько его можно еще поправить вот машину поставили на парковке пошли в купальне вот здесь как бы на самом деле это не главный ход этот комплекс тут еще раз гостиницы зона отдыха то есть сами купальне и и и и и и и и до есть я вернулся и переставил машину там есть вторая парковка непосредственно перед входом сейчас как бы мы там разделись уже сходили покупаясь поплавали там достаточно долго прошло решил чуть-чуть поснимать в первую очередь после потом я покажу бассейн и пока столько сильно много не буду показывать потому что это уже пятый день в принципе вода на и в африке вода как бы так для общего впечатления сейчас покажу кое-что это кафешка при купальнях тут в основном пиццы но есть какой-то выбор блюд гуляшка традиционный венгерский но так практически все мы перепробовали в разных местах решила и взять суп венгрии был вот не ел посмотрел что рыбный суп из карпа томат на паприковой классической венгерской основе думаю нет без этого мне никак уеду из венгрии не попробовал шелухи венгерской сам себе потом все это не прощу вот я ее взял татьяна взяла себе наверное гуляш я не знаю как называется не гуляш с макаронами ну ладно вот этот мой суп там плавает большой кусок карпа пиво взяли такое не буду не хвалить не ругать типичное венгерское пиво после жарких бань после жарких купалин освежает тем более мы на свежем воздухе солнце светит ветра нет температура порядка двадцать четыре двадцать пять градусов на полного счастья тем более последний день отдыха вот сожалению у меня тут было мое маленькое интервью то есть раз не интервью я рассказывал своих впечатлениях и опять повторил я вот не проверял к сожалению 3 системы и серии венгерский третий день хотя там плавая снимать отдел аквабокс на видео камеру абсолютно она настолько герметично не пропускают ни звуков ничего не приходится мне теперь в догонку озвучивать вот как она есть так извиняйтесь если что не так а сейчас пойдем посмотрим что там за объекты для водоплавания ну во первых как всегда осенью большая часть открытых бассейнов закрыта ну как оно и должно быть зачем открывать закрытые бассейны вернее зачем они должны работать народу я так понимаю но гораздо меньше чем летом поэтому поставили там один бассейн нет ни один раз два три бассейна работало но маленькие такие четыре четыре бассейна вот здесь в этом хриле где я сейчас снимаю будет один бассейн довольно с высокой температурой и здесь как бы вот там на вывеске написано здесь самая насыщенная минеральная вода в этих купальнях межагенештек купальня называется жори если что запомните рекомендую сюда съездить но для любителей кому нравится поплавать кто-то любит в лесу там по лесу погулять тут я практически все люблю но купаться так как я по гороскопу рыба то есть такой водный животный водная среда для меня это ну пойдем дальше погуляем посмотрим что здесь есть вот это вот все конечно кафешки кафешки они где-то месяц назад все закрылись потому что тут все в сентябре в середине сентября изменяет память или в начале октября сезон заканчивается покрывается с одной стороны хорошо народу мало никто не мешает то есть нигде не очередей не толкотни не суеты нет с другой стороны вот все это все радости все вот эти вот места где можно посидеть там покушать поиграть во что-то но практически все только чисто купальни и вот там было еще что начали показывать вот тут как бы не то что по ошибке не по ошибке мы хотели банный мир взять то есть по них пропали хорошо разобрения разомлеть там роба бани есть обычные бани джакузи и вот все таки мы плену то есть это все за отдельную плату решили здесь вот этот новый комплекс который горел вначале когда мы были первый раз несколько лет назад вот это вот все строилось здесь обычный классический плавательный бассейн с прохладной водой там с правой стороны сейчас не видно сейчас видно вот там такие просветы там три бассейна джакузи с искусственной волной там и так далее какие-то такие интересные искусственная волна большая здесь одна самая жаркая горячая разомлеть можно помлеть можно но одна но для пола бы самый раз так что если у кого есть желание если у кого и кому нравятся такие вещи обязательно приезжайте в вечер больнее особенно для тех как говорится людей категории 40 плюс у кого начинается как здоровье пошаливать это очень хорошо так неделю провели венгрии ну там дегустации вина вы все как положено венгерская кухня вот эти купальни поездили где-то по замкам там много всего смотрите мое видео и сейчас все заканчиваю репортаж о нашей поездке венгрии на этом все и чуть-чуть немного рекламы сейчас а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok